Я действительно рад встретиться и обсудить сотрудничество Беларуси и Роскосмоса по основным направлениям развития космической программы Беларуси, потому что у нас программа громадная, и мы рассматриваем участие в этой программе. Мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы, но мы делаем не то, что первые шаги в космосе, а делаем возможные шаги в космосе. Это дорогостоящая вещь, но одно из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии. Мы в Беларуси стараемся высокие технологии развивать по всем направлениям, поэтому ставка на развитие IT-технологий, высоких технологий в Беларуси – приоритет номер один, поскольку мы не избалованы природными ресурсами, поэтому Беларусь всегда зарабатывала за счет мозговых рук людей, за счет компетенций, квалификаций наших людей. Космос – это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, даже народа. Поэтому основа у нас хорошая для сотрудничества, и если будут какие-то предложения дополнительные, я готов их выслушать, и если мы договоримся, обязательно будем реализовывать. – Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте самому начателю большое сувенир вам подарить от ряда космонавтов, от всего Роскосмоса в знак благодарности за сотрудничество, которое осуществляется с белорусскими предприятиями. Это настоящая перчатка космонавта. – Побывавшая в космосе. – Естественно. Побывавшая в космосе буквально в 2019 году, потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали. – Спасибо. – Это первый у меня такой легендарный подарок. Спасибо большое. – В целом, хочу сказать, что у нас действительно сотрудничество развивается хорошо, успешно. Мы тесно взаимодействуем с Академией наук Республики Беларусь, с предприятиями, по которым раньше мы говорили, в какой форме их можно было бы вовлечь в кооперацию. С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, что у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими. Я сегодня постараюсь все эти вопросы конкретизировать. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!